Для сотрудников областного центра скорой медицинской помощи новогодние праздники стали настоящим испытанием. В день поступало свыше 900 звонков. Такого не было даже в период коронавирусной инфекции. С какими жалобами обращались североказахстанцы, расскажет Илья Кудряков. Высокая температура, давление, боли в животе, сердечная недостаточность. Первые два дня после Нового года сотрудники скорой медицинской помощи работали в усиленном режиме. Благодаря профессиональным действиям фельдшеров удалось обойти без жертв. Рустем Байманов скорой работает только 4 года, но несмотря на небольшой стаж, ему удалось отличиться с лучшей стороны. На одном из выездов молодой фельдшер не растерялся и смог спасти жизнь 72-летнему Петропавловцу. Там на вызове септический шок, давления не было, вен возможности подключиться не было, поэтому было принято решение провести внутрикосный доступ. Мы в этом учились, получается к нам приезжали с Астаны, преподавали нам, в общем на манекенах все отрабатывали. И вот практическое применение получилось именно только 1 января. Внутрикосный доступ, он чем хороший? Когда нет вен, соответственно, можно поставить именно доступ внутрикости. Ну, внутри кости. Соответственно, все жидкости, все физиологические растворы можно заливать, тем самым как бы спасти жизнь пациента. И это только один случай. В целом, в областном центре скорой медицинской помощи праздничные дни были напряженными. Пришлось выделять дополнительные машины и привлекать еще больше старших врачей и фельдшеров, отмечает ИО-директора. Такого большого всплеска звонков даже те, кто проработал здесь уже много лет, не могут припомнить. Если в 2020 году в самый пик COVID-19 сюда поступало чуть больше 700 звонков, то за первые дни нового года меньше 900 их не было. Несмотря на эту высокую нагрузку, мы не допустили ни одного случая задержки по времени сверхстандарта. Полноценно оказывали медицинскую помощь как в районах области, так и в городе в самом. Работали 34 бригады круглосуточно, более 70 фельдшеров одновременно вместе с диспетчерами. Ну, связано это прежде всего с тем, что не все, к сожалению, жители Петропавловска и районов были осведомлены о том, что работают поликлиники в штатном режиме. Вчера, позавчера обращений было мало в поликлинике и было обращение к нам. Служба скорой помощи должна осуществлять выезды, когда есть непосредственная угроза жизни, считает исполняющая обязанности директора. Тем не менее, всем, кто обращался за помощью, она была оказана. Илья Кудряков, Михаил Казначеев, Служба новостей. Илья Казначеев, Служба новостей.